Погода на Урале переменчивая, поэтому кардиологи не остаются без работы. Правда это или нет, сегодня и поговорим со специалистом-кардиологом. Илья Голубчиков у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем же с первого вопроса. Правда ли, что погода очень влияет на людей, у которых есть проблемы с сердцем? И в какой, может быть, период более-менее себя люди чувствуют хорошо? А когда лучше поберечься? Да, действительно, переменчивая погода, она влияет на здоровье наших пациентов. Это перепады погоды, когда резко изменить температуру внешней среды от минуса к плюсу, что вызывает спазм сосудов, повышение артериального давления и сердечных катастроф. Что делать в такой период? Как бороться с погодой? Погода непредсказуема, ее мы не поменяем. Ну, нужно быть предельно осторожными в отношении того, что регулярный прием препаратов, которые назначены врачом для поддержания давления на нормальном уровне. Поберечься от выхода на улицу, если человек себя чувствует некомфортно. А что касается молодых людей? То есть, вот инфаркт от чего происходит? Это во-первых. А во-вторых, что сейчас учащается случай как раз инфаркта, инсульта у молодых людей. Насколько я знаю. Ну, на сегодняшний день это основная причина – это атеросклероз сосудов, как головного мозга, так и сердца. Также это острые состояния, необходимо это помнить. То есть, это острая закупорка сосуда, что приводит к нарушению кровообращения. Вопрос, каковы причины? Ну, первая причина – это стресс, то есть, с которым человек не может справиться. Это, следовательно, выброс адреналина, спазм сосуда и ограничение кровотока и развитие инфаркта. То есть, стресс может стать причиной? Да, как одна из первых причин. Одна из первых. А что в таком случае делать? Неужели настолько сильный стресс можно испытать, чтобы вот в молодом возрасте заработать себе вот такие проблемы? Есть люди, которые не могут справиться со стрессом. Это выраженный спазм сосуда, еще раз повторюсь, прекращение кровотока. Тромба и образование тромба. А как распознать вот причины? Как распознать, что вот сосуды плохие? То есть, внешние признаки, может быть, внутренние? У молодых это… Первая причина – это боль в груди, за грудиной, давище, при нагрузке обычно эти боли. А вот связаны с повышением давления. Боли волнообразные. То есть, человек ограничивает себя в физической активности. То есть, снижается толерантность к нагрузке. Вот. Боль это отдает в руку, в спину, в шею. То есть, вот первые признаки того, что коронарные сосуды нездоровы. И когда мы находим причины, куда же нам идти с этими проблемами? Ну, первое обращение – это пациенты, конечно же, в поликлинику, к ардиологу по месту жительства. Ну, чаще всего это пациенты вызывают скорую помощь, и уже в сосудистой катастрофе приезжает в стационар. В сегодняшний день у нас в городе Нижнем Тагиле организовано две мощные службы. Это неврологическая служба на базе Демидовской больницы и кардиологическая служба на базе 4-й городской больницы. То есть, куда доставляются пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфарктами. Где оказывается высокая специализированная, квалифицированная помощь. Ну, это когда уже произошли какие-то серьезные проблемы. Мы вызываем скорую помощь, наверное, в крайнем случае. Ежели все-таки, когда люди наблюдают плохое самочувствие, можно ли прийти в качестве профилактики? Можно ли прийти подлечиться? И вообще, можно ли вылечить эту проблему, болезнь, как это назвать? Можно ли улучшить состояние сосудов? Или все-таки мы получаем на всю жизнь какое-то хроническое заболевание? Нет. Ишемическая болезнь сердца – это хроническое заболевание. Профилактика развития инфаркта заключается в том, что это физическая активность. Пациенты должны бороться с гиподинамией. Как можно больше ходить, плавать, бегать. Ограничить себя в приеме жирной пищи, острой пищи, то есть, которая приводит к повышению образования уровня холестерина, который откладывается на внутренней поверхности сосуда. Образуется так называемый вырост, который суживает сосуд, бляшка атеросклеротическая, приводящая к сужению сосуда и ограничение кровотока в нем. Вот причина развития сосудистой катастрофы. А насколько можно быстро избавиться от проблемы с сосудами? Можно ли вылечиться? Вот еще раз спрашиваю. Основной метод, чтобы вылечить атеросклеротическую бляшку – это оперативный все-таки метод. То есть, на сегодняшний день существует метод диагностики. Это высокоспециализированный инвазивный метод – коронароангиография. То есть, которое позволяет определить, сколько сосудов поражено, на каком уровне. Если малое поражение, то можно сразу же во время процедуры поставить стенд. То есть, это вводится образование специальное в сосуд, которое расширяет сосуд, убирает бляшку. Если, конечно же, сосудов много поражено и нет возможности поставить стенд, то такие пациенты нуждаются в консультации кардиохирурга и решении вопроса операции аорто-коронарное шунтирование. Так все сложно, я бы сказала. Очень много терминов. Вот, наверное, насущный вопрос. Как распознать начало, может быть, инсульта и инфаркта? Вот такой серьезный вопрос. Иногда просто время уходит. Да, конечно. На сегодняшний день существуют первые три часа, когда при развитии инсульта можно оказать помощь, растворить тромб, и чтобы человек вернулся к повседневной нормальной жизни. То есть обратить нужно внимание, если у пациентов появились речевые нарушения, слабость в конечностях одной стороны, или слабость в одной конечности, головокружение, интенсивные головные боли, слабость. То есть вот эти симптомы, которые впервые возникли у больных, нужно незамедлительно вызывать в скорую помощь. Ежели это возникли боли за грудиной, чувство удушья, страха, боли давящие, то это первые признаки инфаркта. Тем более, если впервые пациент заболел, нужно незамедлительно обращаться в скорую помощь. А в тот момент, когда человек вызывает скорую помощь, можно ли как-то помочь больному? Что нужно дать? Ну, в первую очередь... Просто есть такое мнение, что нужно давать корвалол или аспирин. Вычитали мы. Правда или нет? Давать аспирин – это совершенно верно. Как при сердечной катастрофе, так и при катастрофе головного мозга. Самое первое – это ограничить двигательный режим. То есть пациента необходимо уважить. Если это боли в груди, то дать таблетку нитроглицерина под язык. Аспирин – таблетку разжевать и вызывать скорую помощь. Есть такое, что иногда боль в груди или, как мы говорим, боль сердца, говорят, сердце болит, да? Можно спутать с другими болями. И как понять, если не ходить к врачу, что сердце это болит или не сердце? Или, может быть, не знаю, может быть, поджелудочное или какие-то другие органы? Ну, совершенно верно. Приступ стенокардии имеет свои характерные особенности, которые ни с чем спутать, в общем-то, нельзя. Это давящие, приступообразные, жгучие боли с загрудиной, связанные с нагрузкой, с повышением давления. Обязательно могут иметь и радиацию, то есть отдавать в руку, в шею, в левую лопатку. Связь с физической нагрузкой. То есть если что-то нес в тяжелый шкаф и вот перехватил. То есть с ровного места таких болей не может быть? Нет. А все остальное? Все остальное нужно обследоваться. Это может быть даже банальный остеохондроз. Еще расскажите о профилактике таких заболеваний. Может быть, что делать, когда человек остро реагирует на погоду? Вот сейчас особенно это актуально. На базе Демидовской больницы создан кабинет профилактики инсульта, а на базе 4-й городской больницы создан кабинет профилактики ишемической болезни сердца, инфаркта, миокарда. На сегодняшний день набирает обороты организация кардиологической помощи пациентам, которые получают терапию препаратами, направленные на растворение тромбов. То есть это антикоагулянтные препараты. То есть это профилактика, первичная профилактика инсультов и инфарктов. То есть эти пациенты нуждаются в приеме препаратов постоянном и требуют контроля крови. Эта идея была поддержана Министерством здравоохранения Свердловской области, главным врачом Демидовской больницы Овсяников Сергей Викторович, на базе которой будет организована эта служба. То есть здесь будет контроль за пациентами города Нижнего Тагила и всего горно-заводского округа. То есть обеспечим снижение инвалидизации, снижение смертности среди таких пациентов и возвращение к нормальной привычной жизни. А на Урале вообще, как правило, какими сердечными заболеваниями люди страдают чаще? Это гипотоники, гипертоники, я не знаю, еще? Ну, на первом месте, к сожалению, это все-таки ишемическая болезнь сердца. Она не только на Урале преобладает. То есть это инфаркт, послеинфарктный кардиосклероз, стенокардия. На второе место уходят инсульты, то есть заболевания, которые приводят к инвалидизации, в первую очередь, работоспособного населения. Ну и гипертоническая болезнь, неправильно подобное лечение или неадекватные дозы, а также отсутствие приверженности к лечению наших пациентов приводят к развитию сосудистых катастроф. И любой гипотоник в будущем становится гипертоником. Спасибо вам большое. Спасибо, что рассказали нам очень много важной информации. Я думаю, что это будет очень полезно для наших зрителей. Вы смотрите Тагил ТВ. Тагил ТВ